Добрый вечер, дорогие друзья! И сегодня буду выполнять обещание. Мы сегодня с вами немножко поговорим об устройстве, об устройстве мира психики человека и о том, где же всё-таки там рождается тонкоматериальный мир. И если вспомнить нашу предыдущую схему, которая была у меня на прошлом ролике, да, я вам рисовала мозг человека, это, грубо говоря, такой мозг человека, да, и у нас в мозг по пяти каналам восприятия поступает информация, да, плюс и стебулярный аппарат тут работает, да, поступает информация, и наш мозг на основании каналов тактильного, вкуса, запаха, слуха, зрения, что у нас там ещё, выстраивает картину в мозге, да, и эта картина мозга у нас различается нами, как некая картина, которая у нас есть в голове. Мы её можем видеть визуально, да, то есть мы это называем видением, можем назвать это воображением, представлением и так далее. То есть у нас мозг работает и выдаёт нам какой-то информационный блок, на основании этого информационного блока мы ориентируемся в жизни. И вот когда мы говорим о каких-то частотах и спектре восприятия вот через вот эту систему, когда это отработанная мозгом информация, то, соответственно, вот как те же самые сны, например, да, это наш продукт, да, который спродуцировал наш мозг в какой-то момент, и этот продукт мы и можем, по сути дела, можем смотреть, можем управлять, можем его бояться, можем его воспринимать как какую-то другую реальность. Это всё в нашем, наше право, но это продукт нашего мозга. И если это продукт нашего мозга, то этот продукт, как правило, если человек психически устойчив, психически здоров, достаточно жёсткого негативного влияния на его жизнь, причинить ему вред, по сути дела, не может. Иногда, когда этот продукт становится таким навязчивым, устойчивым, например, образы человека накрывает шизофренией, это уже неустойчивая психика, да, это уже заболевание, это уже сбой здесь, внутренний наш, да. Но есть момент, когда по визуальному каналу нам заходит какая-то информация по периферийному зрению, которая не лежит в спектре восприятия зрительного канала. Сейчас мы акцент сделаем именно на зрительный канал. Чем он интересен? То есть приходит у нас какая-то информация, она лежит в том частотном диапазоне, в котором обычно наш мозг её не различает. То есть это внешняя информация. Вот это у нас будет внутренняя информация, вот это у нас будет внешняя информация, грубо говоря. Так вот, всё, что касается внешней информации, то здесь у нас надо чётко выделить, что наше зрение, наше зрение имеет определённый частотный диапазон восприятия, да. Вот в этом частотном диапазоне, грубо говоря, мы видим, Но надо понимать, что есть вещи, которые мы, например, рассматриваем под микроскопом, мы зрением их уже увидеть не можем. Есть вещи, которые мы не можем увидеть на других частотах, на других частотах восприятия. То есть у нас есть настройка, грубо говоря, какая-то ограниченная. Так вот, за пределами этой частотной настройки внешний сигнал попадает к нам в мозг, и какую-то часть мы можем различить еще образами, какую-то часть нам будет достраивать мозг на основании тех частот, которые мозг еще получает наш, а зрение уже их не различает. Вот эту часть мы, как правило, называем тонкоматериальным миром. И это получается мир, который вроде как существует вне нашего сознания. Мы же его, мы же его на самом деле вроде как получаем внешним сигналом. И вот все, что касается вот этого внешнего мира, если мы смотрим с позиции объективного восприятия, когда мы говорим, что этот мир внешний, он существует вне нас, вне нашей психики, вне наших знаний о нем, то при таком подходе мы, конечно, можем сказать, что это все внешний продукт, и мы можем это дело уже включаться на него эмоционально, мы можем на него как-то реагировать, мы говорим о существовании разных реальностей с этого восприятия. И тогда единственное спасение от других реальностей, которые вдруг начинают нас накрывать, это, помните, мы разбирали практику двойного восприятия, когда вы одновременно и наблюдатель, и участник. Я вам предлагала потренироваться так жить, потому что эта практика дает очень много положительных бонусов, которые можно использовать и в бизнесе, и в жизни, и везде. То есть, переходя на двойное восприятие, можно управлять определенными процессами, влияниями на вас же и так далее. То есть, можно выключаться из внешней игры, находиться как бы в своем внутреннем восприятии в домике и наблюдать за происходящим, как зритель в кинотеатре, перед которым разворачивается вот этот вот весь мир под названием жизнь. Так вот, здесь, получается, при работе вот с этими внешними сигналами у нас очень важным составляющим элементом будут эмоции. Эмоции, они нам показывают, включаемся мы в игру или не включаемся. И если мы включаемся в игру, соответственно, на нас можно влиять. И тогда тонкоматериальные сущности действительно могут войти в нашу жизнь, и у нас могут быть какие-то с ними контакты, и у нас могут быть с ними какие-то моменты взаимодействия не всегда позитивного. И таким образом, вроде как, это все существующая реальность как бы от нас не зависящая. Так ли это на самом деле? Смотрите, когда мы говорим... Куда мне здесь листик подвинуть? Сюда лучше. Когда мы говорим о включении во внешнюю игру, у нас всегда будут рождаться мысли, чувства, эмоции. И ощущения в теле. Это в нашем мире, в проявленном мире. Это так есть, когда это все у нас проявляется в жизни. Так вот, смотрите. В мире тонкоматериальном мысли у нас остаются. В мире тонкоматериальном у нас остаются эмоции. Но в мире тонкоматериальном, если мы начинаем с ним взаимодействовать, как бы чувств у нас нету, и ощущений в теле у нас нету. И таким образом, получается, в области сердца у нас идет подмена. Мы как бы чувства и эмоции соединяем в одно. Так вот, не надо чувства и эмоции путать. Это немножко разные вещи. Мы их разведем, потому что они по-разному влияют на энергообмен. Эмоции, они нас как бы являются подключателем к игре. А непосредственно краники, это электропроводка наша. А краники, которые включают энергетические ресурсы в зависимости от внутреннего состояния человека, это все-таки будут чувства. И поэтому, когда это все мы уже соединяем в одну комплексную картину, мы можем наблюдать, что вроде как это все у нас получается как бы ко внешней игре, но в то же самое время часть внешней игры, которая у нас относится, вот если мы сравним с проявленным миром, у нас отсутствует. У нас там отсутствуют ощущения, у нас там отсутствует при взаимодействии с тонким планом, у нас отсутствует чувства. У нас ключевыми являются эмоции. И они как бы вот как продолжение могут что-то вызвать, но это уже не тот контакт, который имеем мы в жизни здесь. Мы не можем так чувствовать в тонкоматериальный план. И вот когда начинаешь на эту тему задумываться, вдруг в какой-то момент начинаешь осознавать, что если у нас часть нашей физиологии выключена, и остается только какая-то внутренняя часть, то ведь внешний мир становится очевидным, что если сдвинуть точку сборки восприятия в субъективное восприятие, внешний мир является однозначно продуктом нашей психики. Смотрите, какая бомба вырисовывается. Понимаете заход с обратной стороны? Еще раз. Внешний мир, если мы зайдем с обратной стороны, вот казалось бы, все существует вне нас, да, и в то же самое время вот этот вот внешний мир, и вот этот вот внешний тонкоматериальный мир, казалось бы, он тонкоматериальный. Тот, который внутренний мир, оно само собой понятно, что он уже в нашей голове существует. Но ведь и внешний мир, и весь этот тонкоматериальный мир существует однозначно в нашей голове. И получается, это продукт, который рождается нашим мозгом. А если он рождается в нашем мозге, да, вот он такой хороший, он вызывает у нас какие-то эмоции, включения в игру и так далее он же рождается зачем-то а если он рождается зачем-то значит наверное есть от этого вторичная выгода ведь без этого не бывает возможно бессознательная таким образом пытается человека подвести к каким-то осознать и осознанием и что-то до него донести донести откуда когда начинаешь себе задавать вопросы понимаете вот как-то ответы вдруг перестают быть категоричными вдруг перестают совпадать со стандартным экстрасенсорным восприятием да с теми стереотипами что есть в нашем обществе по интересно да уже есть вторичная выгода в тонком материальном мире она действительно есть уже есть донесение какой-то информации она действительно и скажите откуда эта информация будет нестись если это продукт нашей психики и мы приходим более интересной схеме мы приходим к схеме все-таки уровней сознания и если эта игра сознания мы опять приходим к нему мы опять приходим через сознание к богу и к вариантам игры да хочется говорить дальше в то же самое время хочется замолчать чтобы все таки вот эта информация была переварена видите дорогие друзья как классно сбросила информацию покипеть насчет того как где у нас башке там чего строится с вами была я наталья зайцева до новых встреч друзья и и и и и